Голландцы проголосовали против украинцев. С подобными заголовками вышли сегодня все мировые издания. Вчерашний референдум в Нидерландах показал, что часть голландцев выступает против соглашения об ассоциации Украина-ЕС. По данным голландского информационно-новостного портала, ADNL явка на референдуме составила чуть более 32%, при обязательных 30%. Более 61% проголосовавших высказались против. И хотя эта цифра составляет всего 20% граждан Нидерландов, имеющих право голоса, само соглашение было ратифицировано голландским парламентом летом 2015 года. Прошедший референдум ставит под вопрос украинскую интеграцию. Ведь процесс ратификации соглашения о ассоциации Украина-ЕС будет завершен после передачи ратификационных документов в Брюссель. Чего еще не произошло и что теперь усложняется в связи с результатами вчерашнего референдума. Как раз о сложностях ратификации и завершения этого процесса между Украиной и ЕС в возможном пересмотре заявил сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рюте. Он всегда выступал за ассоциацию между Украиной и Европейским Союзом. Но вот что он сказал. Если результат референдума таков, мы должны будем с осторожностью рассмотреть этот совет населения Нидерландов. Он подразумевает тот политический факт, что процедура ратификации соглашения об ассоциации не может быть теперь просто продолжена. Большинство людей, которые пришли на референдум проголосовали против. Во-первых, нужно лучше понять результаты. После чего правительство начнет обсуждение с парламентом, а также с нашими европейскими партнерами и Украиной. Этот процесс займет некоторое время. Скорее всего, не дни, а недели. Главный политический конкурент премьера Рюте, основатель и лидер популистской партии, партии свободы Нидерландов Гейер Вильдерс, считает, что результат референдума демонстрирует не только отношение нидерландцев к Украине, но и неприятие действующего нидерландского правительства и Евросоюз в целом. Похоже на то, что голландцы сказали нет европейской элите и нет соглашению об ассоциации ЕС с Украиной. Это начало конца Евросоюза. У нас также есть реакция президента Украины Петра Порошенко. Он также прокомментировал результаты референдума репортером голландского информационно-новостного портала NUNL. Это случилось в аэропорту Токио, где сейчас пребывает президент. Мы примем во внимание результаты голландского референдума, но согласно Конституции Нидерландов это только консультативный референдум. Мы ожидаем решения правительства и парламента Нидерландов, но при любых обстоятельствах мы продолжим имплементацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая соглашение об углубленной и всеохватывающей зоне свободной торговли. Украина продолжит путь евроинтеграции в Европейский Союз. Президент Литвы Даля Грибаускайте записала видеообращение, в котором сказала, что многие европейские лидеры ожидали иного результата референдума в Нидерландах, но в любом случае Украина это часть Европы. В конце обращения Даля Грибаускайте обратилась к украинцам на украинском языке и сказала, что Литва и вся Европа ратуют за европейскую Украину. Своё выступление президент Литвы закончила словами «Слава Украине!» Никто не может встать на пути Украины в Европу. Украина всегда была и будет частью Европы. Соглашение о зоне свободной торговли де-факто уже работает. Процесс интеграции может занять больше времени, чем нам бы хотелось, но окончательный результат очевиден. Это было решено еще на Майдане. Вне всяких сомнений, будущее Украины в руках каждого украинца. Мнение по поводу итогов референдума в Голландии высказал и Кремль. Но в отличие от Европы, которая считает, что подобное негативное волеизъявление голландцев – это в том числе и системный сбой внутри Евросоюза, Россия убеждена, результат референдума подтверждение исключительно негативного отношения голландцев к самой Украине. И вот что написал в своем твиттере пример России Дмитрий Медведев. Итоги голландского референдума об ассоциации Украины с ЕС – индикатор отношения европейцев к украинской политической системе. Как пишет британское издание Guardian, в сегодняшнем материале голландские избиратели отклоняют близкие отношения Евросоюза и Украины. Есть несколько причин тому, почему 60% голландцев проголосовали против соглашения, участвующих в референдуме проголосовали против ассоциации Украина-ЕС. Одна из них власти Нидерландов уделяли недостаточно внимания тому, чтобы объяснить гражданам суть референдума. И у нас есть статья, которую написал посол по особым поручениям МИДа Дмитрий Кулеба. Это его блог в Фейсбуке. Он ссылается на опрос, проведенный 4 апреля компанией Ипсос. И голландцы озвучили следующие причины, почему они против ассоциации Украины и ЕС. Согласно этим данным, 59% не верят в Украину, где царит коррупция. 34% считают, что соглашение об ассоциации станет шагом к членству Украины в ЕС. 30% голландцев убеждены, что соглашение плохо отразится на экономике Нидерландов. 26% боятся, что ассоциация испортит отношения Голландии к России. 23% выступают против Евросоюза в целом. 19% готовы были отказать Украине из-за крушения авиалайнера MH17. Журналист американского издания The New York Times Стивен Эрнингер в материале «Голландский референдум может принести неприятности Евросоюзу» пишет, что отказ голландцев голосовать за ассоциацию Украины и ЕС связан с коррупцией, политическим кризисом в Украине, а также недавней утечкой панамских документов. Частая проблема референдумов состоит в том, чтобы избиратели склонны голосовать эмоционально, а не отвечать на заданный вопрос по существу. Евросоюз не одобряет, как и Украину. Она остается сильно коррумпированной даже после Майдана и демократических выборов. Разоблачение испанамских документов про оффшорные счета президента Порошенко также не на пользу тем, кто хотел бы победить в этом референдуме. Старший научный сотрудник Европейского отделения Международной аналитической организации Фонд Карнеги за международный мир Джуди Демпси в статье «Путин рассчитывает, что голландцы помешают развитию Украины», опубликованной 6 апреля американским меженедельником Ньюзвик, доказывает, что негативные для Украины результаты референдума по ассоциации с ЕС – это исключительно результат российской пропаганды. С ее помощью Кремль добился изменения отношения голландцев к России. После сбитого малазийского Boeing MH17 над зоной военных действий в Донбассе, в котором погибло 193 гражданина Нидерландов, голландцы сначала негативно относились к России. Нидерланды присоединились к санкциям против России, а ближе к референдуму многие жители Голландии все больше начали винить Украину в гибели сограждан. А вот корреспондент британского делового издания The Financial Times Тони Барбер в статье «Самый важный месседж», что как голландцы воздержались по соглашению с Украиной, от 6 апреля пишет, что кремлевской пропаганде не удалось дискредитировать украинцев в глазах европейцев. Доказательство тому, по его мнению, низкая явка на референдуме. Ведь только 20% населения Нидерландов и 60% тех, кто принял участие в референдуме, не поддерживает ассоциацию Украины с ЕС. Также автор утверждает, что Кремль уже не сможет заставить европейских лидеров отказаться от поддержки евроинтеграции Украины. Слишком много усилий потрачено после революции достоинства. И слишком много усилий приложили правительства стран ЕС, чтобы установить тесные отношения с Украиной. Одним из негативных последствий референдума в Нидерландах для украинцев может быть приостановление процесса получения Украиной безвизового режима с ЕС. Хотя власть неоднократно заявляла ранее украинская о том, что это никак не связано. Но о том, что это все-таки может случиться, пишет корреспондент международной телерадиокомпании «Радио Свободу» Рикард Йозвяк в статье «Что теперь будет с соглашением об ассоциации Украины с ЕС». Она опубликована сегодня, 7 апреля. Автор также рассуждает о том, какая участь ожидает само соглашение об ассоциации. Он пишет о возможных сценариях. Давайте их рассмотрим. Итак, первые результаты референдума будут проигнорированы правительством Нидерландов. Формально это возможно, так как соглашение уже ратифицировано летом прошлого года. Логично. Но, пишет автор, правительство вряд ли на это пойдет из-за предстоящих выборов в марте 2017 года. Речь идет о парламентских выборах в Нидерландах. Второй сценарий – правительство будет затягивать с окончательным решением, проводя длительные консультации со своим парламентом, а также с Брюсселем. И третий сценарий – это самый такой пессимистический. Остановить экономическую часть соглашения об ассоциации. Оставить, вернее, тогда, знаете, это, наверное, самый оптимистический, вернее, прогноз. Третий сценарий, да? Оставить, да, экономическую часть соглашения об ассоциации в силе, но пересмотреть или отложить на неопределенное время сроки вступления ее в силу. Подобная ситуация сложилась с ассоциацией Боснии и Герцеговины с Евросоюзом. Их соглашение об ассоциации с ЕС было подписано еще в 2008 году, но до 2015 года не вступало в силу по причине затягивания реформ в стране. Правая партия Нидерландов и кремлевская пропаганда, агитируя против соглашения, убеждали голландцев в том, что оно якобы предусматривает вступление нашей страны в ЕС. И Рикард Йозвяк пишет, что наиболее вероятный выход из сложившейся ситуации для правительства Нидерландов это оставить ассоциацию Украины с ЕС в силе, но при этом официально заявить, что это не является шагом Украины к членству в ЕС и таким образом реабилитироваться. После ратификации парламентом Нидерландов соглашение об ассоциации Украины с ЕС, документы, подтверждающие это решение, не были переданы в Брюссель. Только так, напоминаю, будет завершена процедура ратификации. И хотя это только формальность, после результатов референдума правительство Нидерландов может этот процесс усложнить. Власти Нидерландов, вероятно, полагают, что голландцы обеспокоены, будто соглашение об ассоциации приведет к вступлению Украины в Евросоюз. Поэтому при передаче документов о ратификации соглашения в Брюссель правительство Нидерландов также сделает оговорку, что не рассматривает соглашение как первый этап на пути к членству Украины в ЕС. И это, похоже, наиболее приемлемый для Евросоюза вариант. Ну и вот автор статьи, о которой ты вот сейчас говорила, также не исключает, что правительства других стран ЕС могут последовать примеру своих коллег в Нидерландах и также примут подобные документы, которые ставят под сомнение перспективы членства Украины в ЕС. Более того, может быть даже подписан некий общий для стран-членов ЕС документ, подтверждающий, что соглашение об ассоциации не означает начало вступления Украины в Евросоюз. В таком случае Литва, Швеция и Польша, которая наиболее активно продвигает интересы Украины в Евросоюзе, с этим не согласятся, пишет Йозвек. В сегодняшней редакционной статье британской общественной телерадиокомпании BBC под названием «Нидерланды отклонились с соглашением о партнерстве между ЕС и Украиной». Говорится о том, что может быть пересмотрен и сам закон о консультативных референдумах в Нидерландах. Этот закон был принят в 2015 году в ответ на петицию граждан. Тогда ее подписали 300 тысяч нидерландцев. BBC ссылается на слова министра внутренних дел Нидерландов. Министр внутренних дел Нидерландов Рональд Пластерк согласился, что Кабинет министров должен будет учитывать результаты референдума, но также добавил, что правительству потребуется еще раз изучить закон 2015 года, благодаря которому референдум об ассоциации стал возможным. Мы проанализировали еще одно. Это американское ежедневное деловое издание Wall Street Journal. Его корреспондент Джорнал Мартен Ван Травик в статье от 6 апреля голландцы отклонили соглашение с Украиной, подрывая единство ЕС. Пишет, что последствия референдума в Нидерландах будут очень серьезными для Европейского Союза. По такой же схеме в странах ЕС могут быть проведены референдумы по вопросу евро, как единые валюты ЕС, выхода из шенгенской зоны или же по любому торговому соглашению с Соединенными Штатами. Однако, самое серьезное последствие для соседей Евросоюза. Вот какими могут быть последствия. В долгосрочной перспективе, тем не менее, негативный результат референдума может усложнить усилия по укреплению связей с Украиной и поставить под удар попытки Евросоюза углубить сотрудничество с другими соседями, включая Турцию. Во многом дальнейшая судьба соглашения об ассоциации с ЕС будет зависеть и от руководства Украины. Чем скорее разрешится политический кризис, сформируется коалиция, будет новое правительство, Европа убедится, что в Украине идут реформы, что активно ведется борьба с коррупцией, тем более убедительные будут аргументы, чтобы страны ЕС сохранили соглашение в силе.